Мы находимся в Баден-Баден. Это вот старейшие термы, а это более современные. И сейчас мы пойдем в термы. Называется Каракала термы. Маленький городок Баден-Баден. Все шикарно. Боябез это что за блюдо такое? Это рыбный суп, который придумали моряки в Марселе. Дорогие друзья, вот мы и прибыли в славный город Амстердам. Ну что, погода здесь вообще жуткая. Еще холоднее, чем мы были в Германии и в Страсбурге. По-моему, очень здорово, кстати говоря, выглядит. Боже мой, мне нравится. Баден, это Шварцвальд, друзья мои. Мы находимся по-прежнему в Шварцвальде, на западе Шварцвальда. Что такое Баден-Баден сегодня? Это замечательный курортный город для пенсионеров в большей степени. Здесь очень много люксовых отелей. Пять звезд, luxury hotels. Ну и, конечно, пенсионеры здесь поправляют свое здоровье, гуляют. Потому что мы с вами Баден-Бадене, а Баден-Баден – это город избывшихся ранее мечт, которые будут в своем будущем. Редактор субтитров А.Семкин Всем привет! Я Ольга Кулейкина, дизайнер интерьеров. Дорогие друзья, мы находимся в Баден-Баден. И сейчас мы пойдем в терме. Называется Каракала-Терме. Как вы знаете, этот город славится горячими источниками. И всегда гостей привозят сюда сходить в баню. Здесь есть парные, есть всевозможные бассейны. Я здесь была уже дважды. Первый раз я была в 2010 году. Потом не помню в каком еще. Это сейчас третий раз буду посещать. А, кстати говоря, еще в 2010 году я была в этих банях. И, кстати говоря, в Германии принято мыться полностью обнаженными. Вот там только обнаженные. А это такой вариант для туристов. Здесь на первом этаже все в купальниках. Но на втором этаже те, кто привык к открытому телу, на втором этаже уже моются обнаженными. Ну, а что касается тех бань, там, на самом деле, определенная культура мытья. То есть сначала ты заворачиваешься в простыни, заходишь в первое помещение, где чуть-чуть тепло. Можно полежать, отдохнуть, наслаждаться тишиной. Потом переходишь в более теплое помещение. Это все без воды. И потом только ты уже переходишь в источники, начиная с более прохладных, и постепенно переходишь к более горячим, где даже идет пар. Ну, а вот здесь, кстати говоря, видите, за моей спиной, там вдали пар идет. Это бассейн на улице. Там теплая вода. И тоже можно вот на улице плавать и наслаждаться вот этими всеми омовениями. Ну, а в переводе с немецкого «баден» – это купаться. То есть «баден-баден» – купаться-купаться. Так что сейчас мы будем купаться-купаться. Если кто-то из вас забыл купальник, можно его приобрести здесь. Вот большой выбор купальников. Так что не беспокойтесь, если чего-то вы не взяли. Не пришел. Играет музыка Как вы видите, здесь такие уже представленные чаши, вот здесь теплая вода, а в этой чаше, в этой холодной. Вот в таких теплых водах мы будем плавать сейчас. Саша, дизайнер-архитектор. Добрый день. Поделись, пожалуйста, впечатлениями, как тебе в бане? В бане мне очень понравилось. Очень видно, что давно они построены, и все организовано, хоть и там стоили 200 лет назад, но прямо все продумано. А что тебе в бане? Сколько там впечатлений, ощущения? Ощущение мне понравилось в бане, которая на втором этаже, она находится. Мне тоже на втором понравилось, да. С огнем? С огнем, да. Там прям приятно. Больше всего, наверное, русскую напоминает. Только там с огнем, то есть как бы внутри парилки пламя, как камин. Да. И отделка такая с необработанной, необрезной доской, очень такая стилизованная. Прям банька-банька на втором этаже терм. Ну и как бы вообще, я чувствую себя обновленной, как бы нам рождение. Вообще прекрасно. Вот так. Так что приезжайте в Баден-Баден. И будет вам счастье. Да, и счастье наступит. Спасибо. Маленький городок Баден-Баден. Все шикарно. Сейчас мы идем в ресторан. Мы были в банях каракала, да. Там есть водные источники, термальные воды. Есть возможные бассейны внутри помещения. Есть на улице. Есть с массажем воротниковые зоны всевозможные. Название каракала оригинально происходит от римских каракал. Как вы помните, римляне древние варились в своих каракалах. Отсюда назвали это. Термальные? Название именно тут. Вот Михаил Чижов рассказал нам немножко историю создания этих бань. А я кем скажу? Михаил Чижман. Чижман. Всегда с нами. Forever. Друзья, скажите пару слов впечатления. Все супер. А что вам понравилось? Где больше всего? В тюрьме. В барабане. Каракала. В тюрьме. Мне было холодно. Второй этаж был потрясающий. Мы с Олей там. Мы все там были. Нам понравился второй этаж. Да, Петя имел успех. Да, Петя имел успех. Да, какой успех. Да, да, да. Оля там, Петя, Оля имела успех. Какой там Петя. Немецкие девушки все выходили, говорит, там есть. Оля, ля. Петя, ля. Владимир Иванович, как бани? Хорошо. Великолепно. Второй этаж. Рекомендуете? Впечатления рекомендую. Особенно второй этаж. Особенно вальд-сауна и фуэр-сауна. А, ничего себе. Незабываемые впечатления. Фуэр-сауна, это которая с огнем. Фуэр-сауна, это которая с огнем. С огнем. С огнем. С огнем. А вальд-сауна, это где стоит знаменитая печка Максимус. Нам тоже там понравилось. Дошли? Спасибо, да. Нас Михаил Чижман довел туда. Так что все довольные, обновленные, пойдем в ресторан. Баден, Баден, покупаться, покупаться. Отличный городок. Каракала тоже классно. Всем рекомендуем. С нами Михаил Чижов. Снова в эфире. Да, Михаил Чижов, представительство Ханс Гроя. Я хочу передать привет маме. И папе. И папе, дедушке, бабушке, всем своим предкам. Привет вам из Баден-Баден. А я хочу поблагодарить Михаила за прекрасную поездку, которую нам подарил Михаил вместе с представительством Ханс Гроя. Компания Ханс Гроя. Бренд Аксер и Ханс Гроя. Шварцвальд, Черный лес навсегда. Вот так. Скажи, пожалуйста, Боябез это что за блюдо такое? Это рыбный суп, который придумали моряки в Марселе. Вообще, да. Пираты из Марселя всю жизнь ели Боябез. А потом аристократы из Парижа сделали это блюдо популярным и вывели на новый уровень. Вообще, в Марселе Боябез может стоить до 120 евро за порт. Поэтому здесь 24 евро. Ну, это круто. В пять раз лишая. Духовый. Да, мы тут приехали сэкономить в Баден-Баден. А вы еще не заказывали? Обязательно надо здесь в БАВе заказывать. Если вы будете, по крайней мере, в Баден-Баден, значит, обязательно в ресторане Лео, в Астробаре, в Баден-Баден, необходимо его заказать. Я так понимаю, что этот ресторан находится недалеко от казино. Ну, здесь буквально на параллельном уровне. Так что, если хотите еще поиграть в казино, тоже будете сначала в казино, потом в ресторан Лео. Или наоборот. Это вдруг потом денег. Вообще, Боябез – это все знаменитые блюда, очень крестьянские блюда. Даже на готовый супчик? Ну, что-то типа того. Его готовили из той рыбы, которую не успели распродать. Точнее, мелкая рыба, как правило. Ее все скидывали. Ну, типа, да, это, можно сказать, рыбная солянка. По-марсельски. А еще, на самом деле, Баденчик поблагодарит Владимиру Ивановичу. Владимир Иванович – блогер. У него очень интересные пропутешествия, влоги есть. И мы здесь, вот вся наша команда архитекторов и дизайнеров по приглашению Владимира Ивановича и компании «Ханс Гроя». Спасибо, Володя. Как всегда, с тобой очень увлекательно. Ольга, спасибо, что присоединилась. Тем более, я знаю, что будет очень эмоционально и насыщенно событиями репортажа. Не сомневаюсь. Спасибо, Володя. Я думаю, что это лучший название для вас. Рыбный суп, из которого зародился в Марселе. Многие решили по рекомендации заказать. Дорогие друзья, вот мы и прибыли в славный город Афтердам. Великобритания. Да. И сегодня у нас, я еще не знаю, какая программа, но поскольку нас задержали в аэропорту города Штут, города немецкого города, я-я, все было не вовремя. А мы сюда приехали на 2 часа позже, поэтому у нас, наверное, сегодня только ресторан. Но никаких больше гулянок по городу. Иностранные граждане нас сопровождают. Иногда по-русски говорят. У нас должны встретить, на самом деле, тоже, значит, представители сантехнической компании. Ну, заодно и познакомимся. Дорогие друзья, на самом деле, в городе Амстердам я была несколько раз. Первый раз мы поехали с моим мужем. Это у меня была мечта, это был подарок мне на день рождения. И мы поехали в мае на праздник тюльпанов. Посмотрели весь город, изучили его очень подробно. Второй раз я ездила с компанией, которая представляет тоже сантехническую продукцию, голландскую. А сейчас мы тоже будем ездить, смотреть немецкую продукцию и планах, ну, что-то там посмотреть в городе. Я с удовольствием, по-моему, ходила на выставку. Марселя Вандерса, известного дизайнера предметного, получила большое удовольствие. Вот, а в этот раз мы очень хотим посетить, точнее, посмотреть здание Шанель, бутека Шанель, которое выполнено из стекла. А сейчас мы идем получать чемоданы. Вот на такой ленте они должны подъехать. Санкт-Петербург. Понимаю, спиной. Дело в том, что большинство поехали с ручной кладью с такими маленькими чемоданчиками. У меня, как всегда, два чемодана, вот мой маленький едет, вот, вот, красненький, красотуленько. Вот. И большой чемодан. На самом деле я все правильно сделала, как всегда, потому что сын попросил меня купить «Велерой Бог» посуду. Вы видели, наверное, в магазине, как я покупала эти чашечки. И я их совершенно замечательно положила в этот красненький чемоданчик в качестве ручной клади. И все целенькое привезу ему. Вот. А в большом чемодане, естественно, одежда, и я еще взяла, мне подарили великолепную книгу с интерьерами того самого отеля «Отель Тюрьма». Мне очень понравилось, конечно, исполнение, и я помню того, что сделала фотографии, сделала видеосъемку для вас. Конечно же, я хочу вот видеть как настольную книгу эти интерьеры, да. Дело в том, что мы сейчас, вы знаете, делаем ремонт в своем офисе, и у нас тоже там были мысли, как сделать. Я хотела оставить кирпич, отделку кирпича свободной, и вот у меня строители спрашивали, а как вы хотите, мы его там будем реставрировать, мы будем делать имитацию, там дополнительного кирпича, потому что, естественно, старинное здание, и, естественно, кирпичик не к кирпичику. Смотрела, как сделано в этом отеле «Либерти», отель в здании тюрьмы. Абсолютно там ничего не восстанавливали, как-то там подзаляпали, отляпали, и получилось очень стильно, то есть как бы сочетание грубого кирпича, грубой отделки кирпича и гладких стен крашеных, какие-то там игры с цветом, и стильная современная мебель, какие-то элементы, светильники. И получилось очень круто. Ну, на самом деле, вот у нас компания архитекторов и дизайнеров, ну, и декораторов, просто в дикой восторге, восхищались интерьерами этого отеля. И, может быть, вы слышали, да, когда я спросила, что вам понравилось, тут же одна из известных наших предметных дизайнеров и дизайнеров интерьеров, Ольга Подольская, Василий Кликнула, мне понравилась тюрьма. Вот, кстати, я сказала, что здание бутика «Шанель» это двух или трех этажные здания, и славится оно тем, что там одна часть здания из натурального красного кирпича, а далее уже она достроена была из стеклянного кирпича. То есть, ну, не из стеклоблоков, а вот стеклянный кирпич. Я видела фотографии Владико Мастурги. Кстати говоря, когда была в Амстердаме, еще два здания не было, поэтому вот у меня мечта посмотреть. Что касается моего первого посещения города Амстердам, мы жили в центре города, на меня произвело впечатление тогда большого количества велосипедов. Здесь принято кататься на велосипедах, и как бы это неудивительно, так же, как и в Париже, на самом деле. То есть, можно увидеть какую-нибудь дамочку в платье, в туфельках, проедет на велосипеде. По-моему, в Амстердаме, в центре города нельзя заезжать на автомобилях, и это как бы вполне логично, что таким образом можно передвигаться. Вот у нас одна девушка по имени Марина, дизайнер, архитектор, положила свой айпад в чемодан, в карманчик. И вот все полтора часа, пока мы летели, она нервничала. Разбили, не разбили. И не украли. Не украли, ладно. Не разбился. Она сейчас помолилась. О! Помолилась улыбом. Да. А это что, чемодан? Друзья, конечно, все отлично. Мы прибыли в славный город Амстердам. Но беда заключается в том, что на прямом рейсе, на котором мы летели час-двадцать минут, умудрились потерять багаж одной из наших, так сказать, приятельниц, одной девушки и наши группы. Это странно. Кстати говоря, эта компания не российская. То есть, российские две компании работают, значит, лучше. А здесь побросали все чемоданы. То есть, какой-то ужас. Испанская компания Air Europe. Европа. Не летайте этой компании. Понятно, потому что там чемоданы теряют. Куда он смотрит? Вылетели? Меня чуть позадавили. А иду по переходу. Ужас. Так, вот наш автобус уже прибыл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Обратите внимание на эти красные окошечки. Вот, так сказать, работницы древнейшей профессии здесь как раз вот работают. Вот, снимать нельзя будет, издали только вот полюбуйтесь на красные окна. Ну что, погода здесь вообще жуткая. Еще холоднее, чем мы были в Германии и в Страсбурге. Ну вот мы быстренько от нашего отеля добрались до ресторана и думаем, что сейчас согреемся. Вот здесь железные дороги, здесь ходят трамваи. А вот, а ресторан, слушайте, по-моему, очень здорово, кстати говоря, выглядит. Боже мой, мне нравится. Уже нравится. Может быть, это от холода, может быть, еще по какой-то причине. Вот замечательная барная стойка. Веселые ребята. Hello, hi. Видите, какие все. Hi. О, все веселые. Видите, тут намного все жизнерадостнее, чем в Германии. Кстати говоря, это освещение столов. Что касается дизайна интерьера, мне очень нравятся современные светильники. Вот такие вот в виде, видите, в виде таких лампочек и леча, как иногда называют, бра, размещенные на стенах. И вот сам светильник освещает стол. Нам уже поставили свечки, это была романтичная обстановка. Но романтики у нас хватает. И так, и припедает. И, кстати говоря, встречающая сторона компании Кировак сказали нам, что нас ждут сегодня сюрпризы. Мне кажется, что сегодня сюрпризы было очень много. Начиная с задержки самолета. Через саму полтора. Потери багажа одной участницы нашей группы. Но, значит, будем смотреть, какой там ждет сюрприз. Как я сказала, уже очень холодно. Вы видели, мы все запутанные сюда пришли. Вот ребята, которые постоянно ездят в Амстердам, говорят, что это не типичная посуда. Потому что, наверное, все жалуются, жалуются и плачут, можно сказать. Потому что очень, очень любят городские. Которые местные, которые здесь живут. Все ходят же без шапок, никто не приспособлен. Берчапок нет. Забегали в гостинусу, просто погреться, посидели 10 минут. Потому что, хотя бы, открытую дверь какую-то найти, где становилось теплое. И, кстати, мы когда приезжали по городу, обратили внимание, что стоят такие бочки с плавнем. Даже девчонки спросили, это декор или как. Ну, говорят, в принципе, это декор города. И в то же время это плавя, к которому можно подойти и погреться всем желающим. Ну, например, в Лас-Вегасе там жарко, как вы все знаете, наверняка. И там стоят везде такие вентиляторы с водой. И все тоже, проходя по улице, подходят к этим вентиляторам, чтобы охладиться, потому что, когда вода на тебя с вентилятора попадает, намного лучше станутся. Ну, а здесь совершенно другие способы декора. То есть уже все у пламени греются. И еще вот мы проезжали вдоль каналов, и все увидели, что замерзла там вода. Это тоже не типично. Это что-то впервые. Я это вижу второй раз. Владимиру повезло. Я здесь был зимой несколько раз. Вот такое там второй раз. И у местных спрашивал, у наших партнеров, они говорят, что это крайне редко происходит. Но тем не менее, именно это объясняет большие успехи голландцев в конькобежном спорте. То есть, что когда каналы замерзали, они на этих каналах тренировались, гоняли на коньках. Владимир на самом деле знает все про все. И это как бы ходячая энциклопедия. Не побоюсь этого слова. Ну, либо делает вид, что знает. Всегда, вот к любой теме он может что-то там добавить и рассказать какие-то интересные вещи. Кстати говоря, все знают, что в этом году наши хоккеисты стали чемпионами России. Нет, нет, наши хоккеисты стали чемпионами на Олимпиаде. И Владимир сказал, я ему верю, значит, что хоккей в нашу страну привезли немцы, которые заняли второе место. У нас был хоккей, оказывается, с мячом, а не с шайбой. Он так и называется, русский хоккей. Да, русский хоккей с мячом. Поскольку мы очень замерзли, нам предложили голландский напиток. Дженнивер называется. Вот в таких вот рюмочках подаю. Короче, местный самокон, как у вас, зайки сказали. У него есть. Я же еду, но вот от друга подошел. Слушайте, я могу видеть. Ну, если честно, сомнительный. Аписядка не нашла. Я предпочитаю вино, но сейчас надо согреться. Придется заслужиться. Я уже попробовала, Владимир Анатольевич. Тебе не понравилось? Нет. Ну, это местный дистиллят, называется елевер. Очень полезная вещь. Изначально была придумана эта микстура из ягод-можжевельника. Ну, потому что его начали использовать и для цели поднятия. И для согревания. Ну, пробуй. Ну, специфично. Попробуй. Ну, вот Владимир Иванович, по-моему, тоже не сильно понравился этим наркотом. Как вы знаете, Голландия – это страна тюльпанов. И очень много предметов искусства и просто предметов напоминают сеть прекрасной цветов. И вот эти бокалы, мне кажется, тоже очень похожи на тюльпанов. Ну, а второе, что я думаю, и так же, как конечные бокалы, для того, чтобы лучше раскрывался вкус, да, и там аромат напитка, то требуется тоже вот такое расширение. Марсель Вандерс тоже сделан, например, совершенно замечательное тресло в виде тюльпанов. Например, там спинка кресла фиолетовая, внутри там что-то желтенькое и разного цвета. Приветственная закуска Арнус Буш, как сказал у нас эксперт. В области Авис Буши. Авис Буши, да. У нас иногда, мне кажется, говорят, это как комплимент от шеф-повара, который, ну, как стартовый, да, что-то сказал. Авис Буши Друзья, вот мы и поселились в отеле, в отеле NH Hotel. На самом деле, с видом на канал. Ну, вид тоже, получается, что-то не очень живописный, техника какая-то для ремонта. А вот там, кстати говоря, Хеникин, да, это, видимо, завод по производству пива. Кровать с деревянным изголовьем. Видите, тут только подушки мягкие. Значит, спать будет довольно сложно. Два креслица у окна, вот те, кто любит почитать. Есть большой рабочий стол, но работать я здесь не буду. И вот такой забавный вариант, не знаю, туалетного, что ли, столика. Здесь можно поставить косметичку, я думаю, и заниматься макияжем. Так, куда ведет эта дверь? Ага, в ванную комнату. Ну, ванная комната довольно простая, плиточка. Даже не кирпичики, просто белая, продолговатая. И посмотрите, как ужасно сделаны уголки. Вот так делать нельзя. По крайней мере, на своих объектах я так не делаю. Строителям никогда не разрешаю таким образом делать стыки. Я предлагаю всегда делать запил под 45 градусов. Или покупать еще в коллекции производителя углы, которые, ну, тоже из керамики, делают угол элегантным. Ванна с таким фартуком из плитки. Широкие швы на полу. Плитка, мне кажется, как у нас в общественных заведениях, в очень недорогих продуктовых магазинах. Ханс Гроя – очень простая сантехника. Мы когда были в отеле «Тюрьма», там были новые коллекции «Апсор». А здесь Ханс Гроя – такая вот экономичная коллекция. Вот. Ну, качество, конечно, отделки, на мой взгляд, ужасно. Видите, здесь какие-то силиконовые такие вставки. Так, ну, я просто по традиции, естественно, вам показываю свой номер. Вот. Это не предмет гордости, а просто вот описание. Раковина какая-то уже там сильно юзаная. То есть пользовались ею люди и не раз. Ну, и здесь не мебель даже для ванной. Вот какая-то девочка, которая закрывает, наверное, трубы. Так, все. Простенько. Вот. Сказали уже мне, что здесь очень холодно. Цепь есть. Хладильная доска и утюг. Так, греться будем утюгом. Девчонки сказали. Ну, а теперь надо еще найти заветную кнопку, чтобы сделать отопление. Кнопку нашли. Вот. Сказали, что сейчас можно включать. Ну, телевизор есть, да, там, рабочий стол есть. На полу ковролин. Ковролин очень забавно заведен. Вместо флинтуса ковролин заходит на стену. Очень плохо выполнены швы. Это какие-то такие обои. Ну, и стыковка верхней части никаких нет на стенах молдингов. Очень простые карнизы. Обычно мы их делаем в нишу скрытыми. Здесь они не скрыты. Высота потолка небольшая. Вот так вот. Видно, что я почти достаю до потолка при своем небольшом росте. Метр шестьдесят два. Ну, вот, пожалуй, сделала скромненький такой обзор номера. Друзья, сегодня у нас был сложный путь. Из Германии в Амстердам, Голландию. Свалют задержали. Были приключения. Один из членов нашей команды, Ольга, потеряла чемодан. Точнее, потеряли перевозчики его. Вот. Потом был достаточно вкусный ужин. Легкий. И это как бы, ну, вот у нас в России делают сейчас авторскую кухню. А здесь эта кухня называется экспериментальной. Значит, был легкий салат такой. Там свекла была красная, свекла желтая. И что-то такое еще мелко порубленное. Потому что какие-то овощи. Вот. Потом принесли нам, сказали, голубя. Мясо было жесткое. Кушать хотелось, было нормально. Вот так у нас прошел день. Если вам было интересно, ставьте лайки. Если было что-то непонятно, задавайте вопросы. Ну, а так традиционно, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Потому что будет много нового, интересного и полезного для вас. А сегодня всем пока!